Оборот объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях. Так звучит часть одной из поправок, внесённых в 455-й Федеральный закон страны. Она вызвала много споров в сети и переполох среди активистов. Есть ли угроза краснокнижным животным Нинецкого округа, разбиралась Елизавета Габанова. Поправки были внесены 22 декабря 2020 года и вступили в силу с 1 августа 2021 года. Они коснулись не только охраны, учёта и кадастра краснокнижных, но и ограничений добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Охота на них всё ещё запрещена, но есть подпись, что в исключительных случаях она всё-таки разрешается. Этот вопрос взволновал многих экоактивистов. А мы решили связаться с представителями российского филиала Всемирного фонда дикой природы, чтобы уточнить, есть ли угроза для животного мира. Ничего фатального, негативного эти поправки на самом деле не вносят, кроме того, что создают на них большую путаницу в вопросах мониторинга редкого вида, ведения кадастра, редких видов и так далее. В процессах и процедурах добывания видов, замещенных в красную книгу, ничего не меняется по сравнению с тем, что было и раньше. Если численность видов в течение трёх лет сократится более чем на 50%, то будут введены ограничения на охоту для этих представителей животного мира. Данные учёта охотничьих ресурсов и объёмов их изъятия будут поступать в органы исполнительной власти от охоты пользователя, что также насторожило многих россиян, ведь охотники могут и приукрасить числа в свою пользу. Ну, тут на самом деле может быть, конечно, некая теоретическая опасность там подтасовки данных, но в силу того, что потом эти заявки всё равно будут рассматривать эксперты, которые уже ориентируются на другие источники данных. Я, честно говоря, не вижу никакой особой угрозы, что у нас какой-то красный книжник попадёт под хозяйственную эксплуатацию. Пока же таких рецидентов не было и, по-моему, и быть не можно. Получить разрешение на добычу краснохнижных всё ещё достаточно трудно. По словам Владимира Кревера, для получения подобного допуска нужно пройти сложную бюрократическую процедуру, обосновать, зачем и почему это вообще понадобилось. К тому же его будут оценивать ряд профессионалов, которые помогут не допустить простой охоты на редкие виды. На вопрос, что же подразумевается под исключительными случаями, нам ответил руководитель регионального департамента природных ресурсов экологии и АПК Альберт Чебдаров. Это мониторинг популяции регулирования численности. То есть Росприроднадзор, например, выдает разрешение в случае, если надо временно усыпить белого медведя, нацепить на него ошейник специальными геодатчиками геолокационными. Это предохранение от массовых заболеваний, если какие-то эпидемии распространяются. Это регулирование численности. Ну, если, например, столкнулось с населенной помощью с медведем-людоедом, то без этого никак. Тогда Росприроднадзор, это федеральное ведомство, выдает это разрешение. Ну, это такая вот уже необходимость. На территории Ненецкого округа проживает 229 видов редких краснокнижных животных. По словам Альберта Чебдарова, допускать охоту на эти виды, а тем более на белого медведя, никто не будет. Сохранение животного мира – одна из главных задач, которые стоят перед людьми. Чтобы будущее поколение видело редких представителей не только на картинке и с надписью «вымершие», но и своими глазами.